я рада вновь приветствовать вас на своем канале зовут меня катя и в этом видео мы не будем с вами в очередной раз обсуждать наше суровое северное лето хотя видеть кадры с ним вы будете какое-то время начале этого видеоролика а поговорить изначально хотела вот о чем недавно я смотрела видео под которым развернулась небольшая дискуссия на тему вот о чем ну почему некоторые рукодельницы а так ограничивают себя в своем творчестве почему они занимаются ремеслом но не занимается творчеством ведь гораздо интереснее самому что-то придумать ну я не знаю там рисунок авторскую схему собственную разработать что-то изобрести пофантазировать нежели вышивать на буду на которые уже было сто тысяч пятьсот обзоров отшивов и в общем казалось бы никому это не интересно я не могу сказать что я солидарна с этой мыслью хотя отчасти я в принципе разделяю некоторое удивление по поводу самоограничений некоторых людей однако также я понимаю что не у всех есть даже дело не в способности к творчеству и склонности да и таланту а у некоторых просто нет элементарно времени для того чтобы что-то изобретать творите выдумывать гораздо проще человеку придя с работы поговорить иголочкой в этом нет ничего зазорного освободите голову от мыслей заняв руки скоротать вечер и получить удовольствие получить потом готовую какую-то картину готовый результат в этом нет ничего плохого а главное что это дает нам возможность воочию представить наш многообразный такой рукодельный мир в котором мы все разные и все в общем дополняем друг друга и обмениваемся информации что самое главное но это вот собственно мое мнение и такой плавный как бы подвод к тому чему собственно и посвящено мое видео некоторое время назад я на своей страничке в инстаграм разместила пару фотографий где вы могли видеть несколько моточков ниток анкор в лиловых тонах лежали они у меня на равномерке такого оттенка светлый мог хотя мне он казался немного темноватым и подписала я что пока не знаю что я буду вышивать несмотря на то что я купила нитки именно в таких вот тонах лиловых немного зеленых и наконец-то я созрела и поняла что же я хочу да это будет такая своего рода авантюра которую я не знаю даже как закончится потому что я на самом деле не имею такой четкой готовые схемы но в общем сейчас обо всем по порядку я в интернете наткнулась на сайт который называется котейки на хотелке но вот такое своеобразное название и авторы этого сайта опубликовали в открытый доступ книгу точнее схемы из книги который называется орнаменты и бордюры сборник схем для вышивки крестом автор этого сайта открыто заявляют о том что они взяли эти материалы из открытых источников и удалят их по просьбе правообладателя я скопировала там себе несколько орнаментов и бордюров показывать я вам их не буду дабы их не распространять однако когда я увидел эти изображения я поняла во что же это превратится это моя вот лиловая фантазия да я хочу вышить орнаменты и бордюры для подушек и в дальнейшем их шить самостоятельно для того чтобы украсить свой интерьер и так повторюсь что у меня имелся в запасах стандартный кусочек луганы 25 каунта оттенка светлой мокко но в другом описании он называется машин то есть гриб грибной ну скорее даже я соглашусь со вторым его названием оттенка и несколько ниток анкор в различных таких лиловых розовых сиреневых тонах с добавлением четырех оттенков зеленых ниточек и что хочу сказать сначала у меня была мысль вышить пользуясь схемами орнаментов и бордюров которые я видела на упомянутом уже сайте вышить такую салфетку но ну которую я смогла бы потом немножечко приукрасив положить например на журнальный столик но что-то я подумала что это будет не очень это практично я решила что из этого отреза я выкрою три квадрата со сторонами 23 с половиной сантиметра учитывая припуски на швы именно такой размер квадратов получится больше не выйдет но можно и четыре кусочка выкроить но я не хочу вышивать четыре подушки я вышью три и вот на этих квадратах я размещу бордюрчики и орнаменты из этой книги которые я буду вышивать вот этими оттенками они будут разные которые потом составят центр середину каждой подушки еще один элемент непредсказуемость этой работы заключается в том что я не знаю не только какой бордюр и какой орнамент я буду вышивать но и также какие нитки будут задействованы и в каком количестве в каждой подушке я очень люблю такую цветовую я считаю что она так максимально приближена к каким-то таким летним оттенком полевых и луговых цветов я очень люблю чтобы были сочетания сиренево розового фиолетового синего голубого вместе с зеленым какими разными оттенками зеленого и также люблю когда присутствует немного серого и коричневого вот когда собираются в разные компоновки те или иные цвета мне очень очень нравится это очень радует мой глаз я уже вышивала ниточками мультикалор и монохромные работы я вам об этом рассказывала в одном из предыдущих видео я вышила алфавит голубым мультикалором и вышила также сэмплер 5 сердец розовым мультикалором и мне очень понравилось такой способ вышивки то есть вышивка которые не требуют от тебя сосредоточенности и внимательности ты можешь даже где-то ошибиться это не внесет принципиальные изменения в твою работу а вот для глаз это определенное наслаждение и так сейчас вы видите на своих экранах что я уже выкрыла три квадрата со стороной 23 с половиной сантиметра и показываю вам как я планирую разместить орнамент и бордюр на каждом этом квадрате то есть центр это орнамент по краям бордюр одиночный бордюр или двойной я не знаю в этом и заключается моя но такая авантюра в данном случае то есть какая идея какой посыл этого сюжета показать вам то что я начинаю работу в которой честно говоря не знаю как которую честно говоря не знаю как закончить потому что но даже если я выберу орнамент потом не надо будет подобрать подходящий бордюр под подобрать один бордюр у меня будет или два бордюра может быть три мелких уместиться на этом квадрате ки как это будет смотреться я не знаю то есть моя фантазия мне подскажет как мне разместить то что я найду вот на этом сайте и так на своей машинке я обрабатываю края вырезанных квадратов ну простым швом зигзаг у меня нет оверлока и сразу хочу сказать люди предупредить тех людей которые либо ищут какие-то уроки в интернете либо просто любит попусту покритиковать это никакой не мастер-класс я никого ничему не учу я делюсь с вами творчеством о чем не перестаю в каждом выпуске на своем канале об этом повторять это только мои фантазии мое творчество то что я придумала и воплощаю в жизнь я абсолютный профан как в раскрою так и в шитье я вообще не люблю шить и шитье он меня не очень любит на самом деле и вы в интернете найдете массу всяких подробных описаний как шить раскроить подушку и так вот я раскроила и обработала края трех кусков равномерки да конечно можно например было бы вышивать на цельном куске равномерки а потом как-то это все уже раскроить готовые вместе с готовой вышивкой но и как я уже сказала я не люблю и не умею шить и я лучше рискну тканью неправильно ее там как-то раскроив или обработав чем я рискну уже своей готовой работой которую я вышила и теперь моя задача найти центр в каждом квадратике и попытаться на представить как будет выглядеть орнамент и на каком расстоянии от орнамента будет располагаться бордюр а может быть двойной бордюр на чем я буду вышивать у меня в запасах есть вот такие киснапчики пластмассовые расстояние там ширина по моему 25 сантиметров но это по внешнему краю внутри меньше но как вы сейчас видите не очень удобно их и запяливать неудобно и натяжки они не дают потому что там очень короткий кусочек канвы остается под вот этими вот клипсами и соответственно это будет не работа сплошное мучение это надо все время подтягивать будет а натяжки они все равно не дадут так что скорее всего нет а также у меня есть пяльца рама от гаммы деревянный кстати по на них даже еще ни разу ничего не вышивала и до высота у них там по моему как-то 15 что ли сантиметров не помню но по бокам не будет натянута канва не знаю насколько это будет мне удобно вообще я в любой работе предпочитаю вышивку на круглых пяльцах на самом деле вот для меня для моей руки это намного гораздо гораздо удобнее они легкие они очень хорошо держат начать натяжку особенно вот эти вот розовые астрам там главное правильно их разместить и можно было бы вышивать на них но мне не очень хочется во первых мне не очень хочется иметь канву а во вторых когда я буду вышивать бордюр то соответственно не придется очень часто менять пяльца да и тем более по краю там будет совсем маленький кусочек в работе участвовать в общем скорее всего буду вышивать на гаммовских пяльцах раме разметила я этот кусочек основы равномерки и вот центральный квадрат это примерно будет ну в общем там будет располагаться центральный основной орнамент там 55 клеток квадрат получается и потом уже когда его вышью на каком-то расстоянии я посмотрю как это будет смотреться я пущу один или два бордюра по краям и уже потом я буду ориентироваться на этот бордюр когда буду пришивать ткань которая будет ну дополнять вот эту лицевую сторону подушки то есть подушка будет шире больше чем 23 с половиной сантиметра лицевую сторону и вот на эту лицевую сторону дополнительно будут пришиты пришли ткань которая также еще надо купить и у меня еще нет это кстати тоже еще элемент определенной вам авантюры в этом проекте что у меня и ткани на подушку еще пока нет потому что ну тоже вот вышью когда хотя бы одну один вот этот кусочек тогда поеду вместе с вышивкой в магазин ткани и посмотрю что подходит по фактуре и по оттенку и до запяливать я буду все-таки в гаммов скую раму очень даже неплохо закрепился кусочек ткани в этой раме натяжка получилась очень такая хорошая барабанная единственное что натягивая я немножко растянула эту линду то есть немножко она получилась крестики такие получится более вытянутый вверх потому что по бокам натяжки нет но я думаю что это все в общем выровняется я очень люблю кстати линду 25 каунта в основном потому что она подходит для моих глаз и вот в такой пакетик у меня все уместилось в любимых жестяных коробочках языке и у меня находится ну три иглы в общем обычные ножницы и нить обдеватель бобинки пустые да какие-то сердечки тут я не знаю зачем я их положила бобинки пустые потому что я буду перематывать по мере необходимости нитки которые буду задействовать и уже перемотанные нитки на бобинках у меня есть ну и в общем все что мне нужно там карандаш если что-то до разметить надо блокнот в которой я что-то запишу сейчас вы увидите на своих экранах некоторые элементы которые я уже вышила но до конца я все-таки интригу сохраню пусть это все таки будет небольшая интрига авантюра и когда я уже вышью и основной элемент орнамент и бордюрчики тогда в одном из видео я вам покажу возможно уже с купленной тканью на подушку тоже ну как бы один из трех готовых результатов пожелайте мне удачи поскольку сама не знаю чем все это закончится да вот и все на этом всем всего самого доброго спасибо что досмотрели видео до конца спасибо что смотрите меня всем до новых встреч пока пока